Итак, как мы видим, наш пациент по-прежнему с нами, мы снова находимся в операционной, и давайте посмотрим, каким же образом мы будем осуществлять экстубацию. Прежде всего, речь идёт о том, что на данный момент у нас, как вы видите, можно не только в левый угол рта укладывать жёсткий тубус, но и вправо. Пациенту предполагаем, мы выполняем какую-то манипуляцию, мы вполне успешно осуществили эту манипуляцию, неважно, стентирование, реканализацию, спасли пациенту жизнь, здоровье, выполнили комбинированную биопсию. Но всё хорошее заканчивается, заканчивается ригидная бронхоскопия, необходимо убрать жёсткий тубус. И забегая вперёд, могу сразу сказать, что основные проблемы, связанные с безопасностью ригидной бронхоскопии, связаны с двумя этапами. Первый этап – это интубация неопытным операторам, а вторая проблема – это экстубация как неопытным, так и уже гуру, но уставшим операторам, потому что мы забываем об очень важных аспектах безопасности, сейчас мы их разберём. Итак, тубус у нас установлен, давайте мы его сейчас переложим в левый угол, чтобы было покомфортнее. Как бы то ни было, жёсткий тубус у нас установлен. Обращаю ваше внимание ещё раз на эндоскопическую картинку. Посмотрите, что на мембранозной стенке у нас находится клюв. Он лежит на мембранозной стенке для того, чтобы обеспечить адекватную вентиляцию. Если мы положим вот таким образом, то у нас, скорее всего, вентиляция будет неадекватной. Итак, мы готовы к экстубации. Посмотрите, что я делаю. Абсолютно такой же принцип, как при интубации, только в обратном порядке. Первое, что мы делаем, мы обеспечиваем, три пальчика удерживают нёба, верхнюю челюсть страхуют, указательный палец оттягивает губу. На большой палец, как на основу, мы укладываем жёсткий тубус. И первое, что мы делаем, мы обеспечиваем прямое положение жёсткого брахоскопа. Можно ли извлекать в косом направлении? Да, можно, но тогда есть риски повредить как трахею, так и мягкие ткани. Второй момент. Мы определяемся с выходом. То есть мы можем повернуть тубус заранее сразу же на 45 градусов. Для чего это делается? Это точно так же, для чего мы поворачиваем на 45 градусов тубус при интубации. Для того, чтобы не подрезать, не повредить голосовые складки. И после этого аккуратно, нежными движениями, когда тубус скользит только по пальчикам эндоскописта или бронхолога, мы осуществляем экстубацию. И посмотрите, вы, когда будете сами это делать, либо на муляже, либо в реальной жизни, вы сразу почувствуете, как будто вы вынули меч из ножен. Сразу становится больше степеней свободы. У вас брахоскоп начинает более легко ходить. И посмотрите, мы сразу визуализируем здесь гортань. Первое же, что мы делаем, когда выводим тубус на этот уровень, мы осматриваем гортань. Ведь мы не знаем, что с ней происходило во время нашей бронхоскопии. Возможно, голосовые складки отекли. Возможно, было какое-то повреждение. Лучше об этом знать. Более того, мы очень аккуратно осуществляем удаление жёсткого тубуса из страхи ещё и из-за вот этого момента. Вы видите сейчас на мониторе фенестрации, дыречки в жёстком бронхоскопе. В них, за счёт негативного давления при высокочастотной вентиляции, совершенно замечательно, мягкие ткани ротоглотки спокойно проникают. И если вы одним движением резко достанете тубус, пациент получит скальпированную рану. Поэтому очень аккуратно осматриваем, нет ли какой-то инвагинации ткани. Осмотрели, и, в принципе, после этого мы готовы удалить жёсткий тубус. Это правило действует для всех ригидных бронхоскопий, неважно, каким образом вы интубировали пациента. С ларингоскопом, без ларингоскопа, с оптикой, без оптики, с помощью гибкого бронхоскопа внутри жёсткого тубуса такая методика тоже доступна и вполне применима. Но в обязательном порядке первое правило, которое вы соблюдаете, это безопасность и необходимость избегать грубых движений. Ну что ж, мы с вами разобрали аспекты экстубации. А что же пациент? Мы сразу же просим анестезиолога фационировать ему ротовую полость, потому что большое количество слюны может быть. Плюс мы, естественно, там затомпонировано где-то было либо капа была у пациента, которая фиксировала и защищала верхнюю челюсть, либо просто банальные салфетки. Мы, конечно, их не забываем и убираем. Пожалуйста, не забывайте о том, что помимо интубации и экстубации мы всегда спрашиваем пациента о зубках. Есть у него съёмные зубы или нет. Потому что одна из самых частых проблем помимо кровотечений и повреждений голосовых складок это поломка дорогих фарфоровых зубов вставных у пациентов. И поверьте, это куда более проблематично в плане денег, чем какие-то возможные повреждения гортани.